В Кировской антимонопольной службе поменялось руководство. Региональное управление ФАС возглавила Марина Никонова. В этой структуре она служит больше 20 лет. Последние полгода временно исполняла обязанности руководителя. Сегодня Марину Никонову официально назначили на новую должность. Указ же был подписан 11 января. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Заведующая одного из детских садов Кирова незаконно присвоила себе около 6 миллионов рублей. Руководитель еще в 2008 году фиктивно устроила в свое учреждение 7 сотрудников, за которых получала зарплату. За это время ей удалось получить несколько миллионов рублей. По факту присвоение бюджетных средств в особо крупном размере уже возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы. На городской станции скорой помощи началась замена автопарка. С начала года у станции появились 14 новых машин марки «Мерседес». Все они оснащены современным оборудованием. Следующая партия медицинских микроавтобусов поступит в парк только в феврале. Всего до конца года на станции появится 43 автомобиля скорой помощи. Четыре из них останутся в резерве. Остальные будут постоянно выезжать на вызовы. В конце месяца в Киров снова приедет музей-поезд. 29 и 30 января жители города смогут увидеть уникальный музей на колесах. Он включает в себя 8 выставочных вагонов, каждый из которых посвящен инновационным проектам. Среди экспонатов выставлены модели самых современных поездов. Каждый гость сможет попробовать себя в роли машиниста на тренажерах. Добавим, что следующей станцией в маршруте поезда музея станет Зуевка. Туда состав приедет 31 января. Сейчас мы ненадолго прервемся. Вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Крещенские морозы. И это не о погоде. В городе открылась новая выставка товаров. Серьезные изобретения детскими руками. Что именно создают юные робототехники в Кирове. Доступный спорт. Очередную хоккейную коробку открыли в одном из районов области. Продолжение следует.